Дорогие мои друзья, я в глубоком недоумении, почему что случилось с моим денежным деревом старым. Я в прошлом году вам рассказывала, ему 20, более уже 25 лет, и мне он ценный как подарок от моей мамы. Он привезен с Урала, и в общем-то, как бы я рассказывала его историю и немного намучилась с ним. Не дает он спокойно нам жить, а постоянно какие-то проблемы с ним случаются. И вот в этот раз опять то же самое. Дело в том, что он начал краснеть, листочки его мягкие сделались, и никак не приходят в обычное состояние. То есть я его и поливаю, я и разрыхлила ему землю, и добавила ему свежую землю, и удобрила. Но вот тем не менее, никак не получается привести его в чувство, чтобы листочки его были твердые и блестящие. Вот такой вот он потускневший, листики вялые, но не отпадают. Он, я вижу, листик вообще в очень плачевном состоянии. Ну и, дорогие мои друзья, вот этот вот его самый последний отросток, то есть это не от него, а от его сына, от его сыночка. Сночек его благополучно переселился к моей дочке. Он, в общем-то, как бы чувствует себя превосходно. А один его отросток... То есть это, получается, внуки вот этого вот дерева денежного. Вот это вот внук. И другой внук стоит у нас на окне в комнате. Там он нормальный. Побольше развивается нормально, чтобы не сглазить, я уже всего боюсь. А вот этот вот тоже что-то с ним происходит. Он тоже покраснел. И никакого движения. Листочки тоже очень мягкие. Вот, посмотрите. Ну, в общем, беда. Сейчас я буду, скорее всего... Посмотрите, ну, это вообще... Я подождала полторы недели. Улучшений не происходит. Поэтому я решила предпринимать меры. Вот этот я сейчас... У меня есть земля. Осталось еще для суккулентов. Я его пересажу, промою корни. А вот с этим я буду решать вопрос попозже. Я, честно говоря, его побаиваюсь особо трогать. В прошлом году я его пересаживала, но он перенес очень даже хорошо пересадку. Я ему формировала крону. Было все замечательно. Но вот почему-то что-то за последнее время с ним случилось. Что-то произошло. Дорогие мои друзья, высыпала я из горшка землю. Достала мой отросточек вот этот вот, который перестал расти. Убрала у него старые корни, которые уже засохли и не развивались. Я их на всякий случай убрала. Сейчас еще пообрезаю. Вот здесь вот черненькие вот такие вот лишние тоже уберу их. И я очень рада, что корни в общем-то у цветка есть. Поэтому смысл пересаживать его есть. Я думаю, что будет с ним все в порядке. Вот посмотрите, вот есть корешки, что радует. Поэтому я сейчас выдержу в легком, в слабом, в слабом растворе марганцовки их чуть-чуть и посажу обратно в этот же горшок. Горшок я, конечно, помою сейчас. Помою тоже с марганцовкой. Сначала с содой промою хорошенько. Я не думаю, что здесь были какие-то микробы. Но вот тем не менее корни стали засыхать. Хорошо, что сохранились кое-какие. Вот видите, таким образом я убираю гниль. Вот тут гнил их было мало. В основном, конечно же, были... Ну и подстригают те, что... Вот это вот лишнее. То есть они высохли. Тут большинство, все-таки в большинстве своем были сухие. Наверное, все-таки он требовал для себя больше полива. Теперь я посажу его в свежую землю. Надо поглубже сделать ямку. Друзья мои, вот таким вот марганцово-кислым калием я хочу полить цветок. Делаю очень-очень слабый раствор для того, чтобы убить все микробы, обезвредить, обеззаразить. Маленькую-маленькую. Вот посмотрите, буквально капельку. Одну буквально... Одно зернышко. Вот-вот показываю. Вот совсем чуть-чуть. Для этого малыша, я думаю, что хватит. Вот такой слабенький-слабенький раствор. Вода у меня отстойная в этой леечке. Из этой леечки я всегда поливаю цветы. Она у меня для этого и приспособлена. Думаю, что можно еще раз сбавить, чтобы не обжечь корни, дорогие мои друзья. Ну, пусть еще сейчас полью какие-нибудь цветочки этим раствором. Вот такой вот слабенький растворчик. Нужно до конца растворить кристаллики в марганцовке. Прям хорошенько-хорошенько размешать. Ну, вот таким вот раствором я сейчас и полью наш цветочек. То, что останется, я залью в другие цветы. Вот он, наш малыш, дорогие мои друзья. Сейчас я полью этим раствором его и отнесу на подоконник там, где он стоял. Надеюсь, дорогие мои друзья, что малыш наш придет в себя. Корешки у него есть, что радует. И будем любоваться еще его красивыми листиками. Но этим, дорогие мои друзья, моим любимым стареньким денежным деревом я займусь позже. Так как у меня сейчас, в данный момент, нет земли для того, чтобы пересадить его. И дренаж тоже надо подкупить. Не хватит на такой вот горшок, на большой. Поэтому, дорогие мои друзья, я съезжу в Ашан. Там куплю все, что требуется для этого цветка. И обязательно проделаю все то же самое, что проделала с его внуком. То есть, с этим маленьким отросточком. Я надеюсь, что все будет хорошо и они у меня будут нормально расти. Продолжение следует...